СПАРТАК Да, Давыдова на поле нет Да, Давыдова на поле нет Номер 14-й Артём Япрынцев Номер 8-й Александр Мухин 31-й Владимир Поляков 5-й Владимир Поляков 5-й Вадим Хромин Чего так долго? Блин, и уходи туда! Нарез! И момент возникает, посмотрите Ничего не самый плохой Сабусов У него номер 21 на футболке Но прострел Удар-то будет Перекладина Или сыграл вратарь Не очень понятно Одно из двух В любом случае мяч вратах не оказался Выход, выход, выход! Выход, Саня! Центар Закейров Принцев Сабусов Сабусов Сабалинков У нас центр защиты теперь исполняет Эту позицию Закрывает точнее Номер Номер 31-й У него на футболке А вышел, если я не ошибаюсь Юрьевич Железнов Он играет на правом фланге У него номер 18 Все правильно Номер 18 Он заменил, соответственно, Алексея Давыдова Играл, что под номером 29 Шуковский Кирилл Номер 11 команды Альтон Закеров Степан Мельников 28 Мелья Галятов 17 Теперь Понять Кто В замену вышел И что? Одиннадцатиметровый Одиннадцатиметровый Удар В начале второго тайма Это интересно Свалил В своей штрафной Вадимир Поляков Свалил на Альвине Гаджи Заде И Исполнять пенальти пошел Что-то интересное Участное Замена игрок Егор Ларион У него номер 27 С левой ноги Против Данила Мажеровского У Данила Мажеровского У него есть шанс Стать маленьким героем Итак Разбег Удар 4-1 4-1 Ренат Шахеров Номер 16 У него Заменил он Никиту Бахтева Линию защиты 4 человека Или 3 4-4 человека Уполняют 28 Минты Королёв Номер 3 Георгий Каджай 4 Николай Кабулов Кому как больше нравится Номер 21 Георгий Давыдов 23 Павел Савинов 5 Никита Горбенко 6 Макфей Георгийдзе 19 Альянин Попов 10 Игорь Соколов 15 Гаджи Задеп Я вам назвал тех ребят, которые вышли в первом тайме в самом составе Сейчас будем разбираться кто из них поле Паки 3 Ну вот Точно разобрались, что Шакеров в нашем месте Баксона В центре защиты остались также Каджа и Капул 28 номер И номер Георгий Давыдов Игорь Соколов Номер 10 Игорь Соколов Номер 10 Игорь Соколов Номер 27 И Григорий Борисенко Номер 7 Грязно Рядом С вами Рядом Вем Молодой Обращаться в этом эпизоде к Лайсману тренер Спартака не доволен что эпизод завершился в пользу гостей Лайсман при этом был Абсолютно спокоен, не стал спорить, в полемику, просто промолчал, бежать уже заиграл. Кирилл, будем играть или нет, что это такое, сейчас вышли? Да, второй раз ему, кстати, вот эти пять минут, что у нас прошли уже шесть практически. Спартак пока вообще не играет, мало того, что не играет, так еще и гол пропустил. И еще один может пропустить, Эльвина Заде, смотри, какой момент! Вот это да, Мужеровский спасает свою команду от второго забитого гостями мяча. Емельников здесь по ноге получил, снова спалил Никита Горбенко. Был близко к желтой карточке, но нет. Момент у Эльвина Заде, у Эльвина Заде был прекрасный. Ничего пропил не в дальний угол, а в ближний. Стоится догадываться. Жановский. Сляхов. Потерянный мяч из виду. Закиров. Ух ты, опасная игра. Нет, нет, не опасная игра. Далеко мяч прокинул себе Игорь Соколов. И по кате здорово сыграл Вадим Хронин. Жуковский. Галятов, Жуковский и Закиров. Троечка. Очень хорошо взаимодействует. Березнов. Крутит-вертит. Не знаю, что с мячом для него сделать. И в итоге очень здорово сыграл Егор Ларионов, убив мяч от него за лицевую линию. Рената Шостакова. Шакерова. Извиняюсь, Шакерова. И второй ему вряд ли не нужен был. Футбол один ничем играет, не двумя. Но я слышал, что есть такое значение, где и домиши тоже используются. Как в футболе, так и в баскетбурге. Безнов. И угловой. Безновой, который пойдет исполняет Степан Мельников. С левой ноги удобно будет закрутиться к воротам. Очень высоко летит мяч. Кто бить-то по воротам будет. Скидка. Венас. Япровинцев. Ух ты, какой заброс направо. Прошло. И снова Мельников. Снова пошел обыгрывать. Снова навес. Тире, ударник. Скорее всего, навес. И Мухин. В одно касание. 5-1. 30. Восемь с половиной минуты. 1-1 уже получается в этой игре. Первый забитвенович был на его счету. И вот теперь голевая передача. Мельников ускорился. И я подобрал мяч. Вообще неплохо пробраться себе на ход. Это играть другого 28-го номера. 28-го номера соперника Дмитрия Королева. Такая задовольная. Номерная. Номерной юности 28. Жуковский. Это отворот. Жуковский. Показал арбитр якобы. Должен быть и главы. Здесь. Спокойно. Именно. Именно отворот. Воронцов. 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 Жестко сыграл. Но вроде бы все в пределах правил. Закиров. Доходит передача. За Жуковского. И в итоге посмотрите как Жуковский напряг. Один троих защитников. Краснобелов и... Те вот... Мечи только у вас могли выбить. Более никак себе помочь. Не получалось. У меня принцип. Должен. Меч. Вот не боковой. Нет. Не принцип. Сейчас. Воронцов. Ох. Пришлось... Пришел с ударом. Как-то в район случайно сплетения не Галятова. Но... Тут вообще... И глазами не повел. Так лично поморщился. Жуковский. Сакиров. Нет. Это Сабусов. Сакиров. Идали ему. Развернуть атаку на правый фланг. Снова Сабусов. Пас на Галятова не прошел. Вышли! Вышли! Ёба! Ёба! Мухен. Диагональ на левый фланг. До мельникова мяч не доходит. Заброс на профанг. Железнов. Прорывается с Железнов. В полном нарушении правил было? Нет. Кажется, Савяк Галятов борется. Пас можно отдать. Ух ты, Жуковский. Решел. Замахи убрать соперника. Чуть-чуть не вышло. Ошибается Сабусов. Их хорош под Каси Мухен. Хорош! Давай, давай! Давай, давай! Здорово! Шириката! Играть! Очень! Подожди! Епринцев. Жуковский. Под пресеком соперника справляется. Сабусов. Вот так вот вперед. Но это, видимо, диагональ была на Юре Железново. Она не прошла. И здесь нарушение правил по такому спину. Степан Мельников. Всего соперника? Нет. Продолжен. И аут. Я в Ренцов. В Ренцов прошло еще не. Хорошо сыграно. Будет для контратака. Наверное, если продолжить. Нет. Здесь. Галята. Карочка за что? Жуковский карочка получил. За разговоры. За разговоры, за споры с арбитром. Нельзя. Нельзя. Нельзя никакой форме подобной. Разжаться. В сторону главного рефери. Фолст со стороны Галятова был. И спорить об этом абсолютно было не к месту. На вес вперед. Хороший, в принципе, по идее скидка. И совершенно не прошла. Не, прошла, а в итоге и мяч летит куда-то в сторону ворот. Лишь угловой. Лишь угловой даже створ в мяч не попал. Лишь угловой даже створ в мяч не попал. Лорионов. Смотрите. Очень здорово вошел в игру. Егор Лорионов. Эльвин Заде. Эльвин. Эльвин Заде. Ошибся. Получается у нас такая игра. То туда, то сюда. Мяч летает. И ни одна из сторон не может им спокойненько завладеть. чтобы пройти какую-то толку, атаку, которая завершится хорошим прицельным ударом. Денис, середину заполнить. Продолжена замена у красно-белых. Евгений Сидоров вместе с номером двадцать третьим. Алексеем Милешкиным. У центральной линии поля. Естественно, при этом еще и за боковой линией. И замена. Кирилл Жуковский. Поле покидает. Чем-то недовольный оказался его исполнение. Исполнение его игры. Евгений Сидоров. И выходит на поле Алексей Милешкин. Вместо автора забитого, но из мячей. Жуковский недоволен, почему его заменили. Сидоров. Сидоров что-то объяснил и получил от помощника. Енисидоров довольно простое объяснение. Что нужно сейчас сделать. А это, мягко выражаясь, не разговаривать. При этом, капитанская повязка отправилась на руку Данила Мажеровского. Мухин. Мажеровский. Вынос. На стороне линии мяч не долетел. Калятов. Хорошо, Калятов. Отдаю здорово. Передашь на Мельникова, но нет. Нет. И Шакеру. Был первый на мячей. Передашь что-то прервал. На Мельников чуть-чуть туда сбежал. Поэтому не смог. По эту передачу. Момент с Гелевой. Сабусов. Снова Сабусов. Отыгрался он с Адемиром Поляковым. Сабусов на правый фланг. Навес. Диагональ тире. Железнов. Показывает дриблинг. Неплохой дриблинг. А вот пас плохой. Нужно не только себя любить, но и партнера. Дать ему хорошую передачу. Чтобы ему было удобно. У нее выйти. А не в ноги сопернику. Ух ты. Поляков. Одного обыграл. Второго обыграл. Этим не получилось. Аут. Подходит у нас и 99-й год. Следующая игра будет именно этого года рождения. Вот Александр Уденко, например. Простит в митинский штаб. Почему пальцы? Может быть отбил. Может быть соперник. Топтал. Все-таки дриблинг у Саши. Тот еще и достается ему постоянно. Нога. В том числе по пальцам. Где Провинцев. Сабусов. На правый фланг. Милешкин здесь. Навес. Влюков мимо мяча промахивает. Снова еще не на вес. Галятов. Мяч останавливает. Кто бить-то будет. В итоге пробил Закиров. Пробил слабо. И мяч остался в ногах у Саши. Играет еще одиннадцать минут. Верда у нас, скажем так, откровенно. Чуть повеселее. И в плане забитых мячей. И в плане скоростей. На правый фланг тоже что-то не переведет. Наконец-то перевели. Ах, прием подкачал. У Павла Савинова. А вот здесь очень хороший пас. Сабусов отдает. Мельников. В центр. Закиров. И направо. Сабусов. Ну, пробить уже. Не точно. Как Павла там, мы вместе с баллистами в красном белой форме разыграли вот эту атаку. Единственное, не получилось ее завершить. Завершить точно ударом завершить-то получилось. Но мяч ворот прошел абсолютно не опасно для голкипера гостей. У Принцев играет стеночку с Галятовым. По-моему, рукой была. Галятов сам полетел в подкат. И ему самому уже больно. Остается лежать. В чем рядом все. И еще одно нарушение. Еще одно нарушение. И Принцев тоже зарядил по ноге сопернику Никита Горбенко. Уголеностоп получил. Но ничего. Вроде бы все в порядке и с тем и с другим. По переводичке. Двое защитников. В бело-зеленой форме. И продолжаем. Продолжаем. Встречу. 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 Считай, дв olmaz. Горбенко. Как только зас pleб、 как и с которыми. Каджай. Каджай. Не точный пас. Пас привел результатов тот частотся. Но сейчас к ним стал уже непосased. И перед ними бежим своим вторым. Королёв, подкачал, в плане приёма, спрашивает старший тренер, как там Эльвин, а Эльвин вообще молчит и видимо хорошо. Юрий Гаврилов, Юрий Гаврилов и Павел Мазур на поле выходят. Меняет он Артём Закерова, играющего по номерам 10, Гаврилова номер 9 и Данила Сабусова, у него был номер 21, собственно вышел номер 7, Павел Мазур. Мазур сразу в игру вошёл. Чем-то похож на Дмитрия Метрова. Мазур на Япринцева и Принцев Смельникова. Самых у нас сегодня из четырёх флангов. фланги атаки красно-белых и фланги атаки белозелёных. Мазур. Хромян. Кстати, Хромян теперь играет у нас после выхода Мелёшкина на поле играет со стороны защитника, а сам Мелёшкин играет справа в линии обороны. Ну и, соответственно, Владимир Поляков занял снова место в центре поля, как и в первом тайме. Мухин. Мельников. До передачи добрался, но лишь в аут смог её отправить. Ну или переправить. Замена у гостей. Выходит номер два, Максим Волушин, меняет он номера двадцать первого Георгия Давыдова. Да, всё правильно. Рука. Рука. Да, Каджая рукой сыграл. Давай, 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 давай. Мельников. Можно играть без свистка. Зарто свободный получается. Пять минут примерно играть. И главная интрига – сколько ещё Спартаку успеет забить. Железнов. Гаврилов. Хорошая передача, Галятов. Шварка. Фух. Вот это момент, да. Рук. Фрак. Фрак. Рук. Зарядил метров четырёх выше ворот Степан Мельников. Что ей в этот момент помешало, абсолютно непонятно. Известно одного догадываться. Горятов моего мяча промахнулся. Ну или специально пропустил и оставил его Степана Мельникова, но почему-то 6-й мяч в ворота не залетел. Галятов уходит, его под номером 17 выходит, номер 27 Ленин Логвинов и выходит номер 33 Давид Галахов. Выходит вместо игроша под номером 28 Степаном Мельниковым. А у ФШМ на поле вышел номер 17 Дмитрий Мишин. Гаджи Зада вообще потерял свою ориентацию, где там мяч, где он, где его ноги. О, есть ошибка Мазура, Мазура ошибается и перевозит штрафной. Может быть не самое опасное, тем не менее неприятно. Мечененькая Кабулов. Навес. Хороший, кстати, навес получился. И было близко. Но Даниил Мажеровский своевременно вышел на эту подачу и здорово ее забрал. Гаврилов. Ошибается Гаврилов. А Каджаев, в свою очередь, сыграл четко. Здесь опасно, опасно. Практически последнего защитника в этом моменте играл Королев. Королев играет теперь центрально, а вышел на замену. Мишин как раз на правой фланг и вышел. Гаджи Заде. Эльвин Гаджи Заде с поля выходит. Последние три минутки выходит Михаил Венедиктов. Номер 12 у него. Интересная, кстати, конструкция у Гаджи Заде на левом колене. Какие-то есть, видимо, проблемы с этим. С уставом нападающего ФШМ. Матур, Мухин, Гаврилов. Железон каким-то образом оказался с правого фланга, прибежал. Тоже захотелось ему мяч по-другому. Ну, Спартакция больше левым флангом атакует, поэтому и прибежал. Железон фолл. И еще одна замена ФШМ. Выходит Гурген Аванесян. У него номер 11. 30. Выходит меня это он. Герша под номером 10. Игорь Соколов. Мазур. Мазур. И аут. Зафиксирован. У нас на дальнем фланге. Относительно и комментарии кабинки. Ну и, соответственно, камеры. Мазур. В таком полуподкате, полупрыжке. Переводит за минуту до конца матча мяч в аут. И, видимо, таким вот образом, таким вот перекатыванием, переталкиванием мяча. Игра будет завершаться. Ну, давайте подведем итог. Я уже думаю, скорее всего, окончательно. Вряд ли промежуточный. В первом тайме Спартак был, скажем так, чудовищно сильнее. Забито 4 мяча было. Только в одни ворота. Во втором тайме по мячу. Каждый сторон забило. Сначала забил. Сначала забили гости с пенальти. Отличился Егор Удаверонов. С пенальти заработал Гаджи Заде. Ну и последний мяч в игре. Забил номер 8 Александр Мухин. Соответственно, еще по мячу забили и Галятов, и Мельников, Жуковский. Ну, в принципе, на этом, я думаю, можно завершать. Светок раздается. 5-1. Спасибо за внимание. Никуда не переключайтесь. У нас впереди 99-й год, и это будет еще и еще интереснее.